Привет. Привет. Представься, пожалуйста, как тебя зовут и из какого ты города? Меня зовут Аня. Я приехала из города Курган. Как давно ты следишь за Светланой Лавровой? Почему решила потратить свое время и свои ресурсы для того, чтобы присоединиться именно к ее программе? Как давно слежу? Мне кажется, года два-три. Но это все время было в сети. И вот первый раз, когда я приехала, причины были. Ну, традиционно, это говорят, резонанс возник, что что-то срезонировало в ней. А что? Можешь как-то сформулировать слова? Ну, у меня там совпало несколько моментов. То есть, я начала свой путь очищения организма, то есть через питание. А в ее выпусках, в ее видео она делала акцент на то, что можно пойти не через питание. То есть, очищение организма другим способом, чтобы не завариваться вот в этих бесконечных чистках, меня это очень подкупило. То есть, мне хотелось попробовать. Потому что, пройдя трехгодичный опыт как раз на чистках, это утомляет. Ну, лично меня, может быть, кто-то может существовать в таком ритме бесконечно. Я решила, что нужно пробовать что-то еще. По крайней мере, вернуться к чисткам я успею. Нужно попробовать просто что-то еще. И это было основным. То есть, ты услышала, что она предлагает некий путь через работу со своим сознанием. Сознание. И тебя это больше привлекло, чем постоянно ограничивать себя. Это как один из вариантов. Дело в том, что мое присутствие здесь, я же говорю, это первый мой ретрит. И каждый сантиметр и каждая минута на этом пути, она была для меня новой. То есть, вот я прям вообще, меня бросили в неизвестное. И мне приходилось, когда ты чувствуешь себя на незнакомой территории, тебе все время приходится оглядываться, думать на несколько шагов вперед, потом возвращаться, додумывать что-то еще. Это на самом деле утомляет. Но я все это продумаю потом, когда закончится уже мое путешествие. Вот сегодня последний день, но я еще не уезжаю. Но я думаю, что приехав на привычную мне территорию, где я смогу угомониться и успокоиться, там уже пойдут какие-то распаковки. Поэтому всему свое время. Но здесь мне было достаточно сложно, начиная с момента ретрита самого, да. Потому что, я не знаю, нужно это рассказывать или нет. Конечно. Конечно. Я разболелась. Разболелась. И у меня... Я такой земной человек среди присутствующих. Возможно, я была не одна такая, а может быть одна. Но я пока очень земной человек, и мне трудно представить, что болезни нам даются для каких-то проработок. Я восприняла эту простуду свою. Ну, не простуду, вот этот вирус, борьбу организма, очень по-земному. Температура, насморк, кашель, вот это просто выбивало меня из колеи. То есть не давало сконцентрироваться, поймать фокус. Я без конца бегала туда-сюда. Но я осталась именно на ретрите после одобрения ребят. Хотя я в сети спросила у Светы до первого дня о присутствии на самом ретрите, на вот этой программе. Говорю, Свет может мне уехать. Давай я возьму личную консультацию. Ты от меня точно не заразишься, я знаю. Ты боялась, что ты заразишь людей, какой-то дискомфорт. Ну, конечно. Потому что это же... Ну, вот эти сопли. Кто-то рядом с тобой без конца сморкается или кашляет. Я не знаю. Ну, может быть, мне самой бы могло это когда-то помешать. Поэтому я такую проекцию строю. Но посыл мой был такой. Я у нее спросила, давай личную консультацию. Я уеду, чтобы уже спокойно переболеть дома. Ну, не получилось, не получилось. Она предложила, нет, давай ты придешь вот утром и решишь. Я пришла утром, ничего не решила. Потом наступил день, была еще какая-то там практика, я ничего не решила. Наступил вечер. И, в общем, вот так параллельно я шла со своей болезнью. Но у каждого свой путь. Пусть это будет так. И я до сих пор подкашливаю. Это слышно будет на камере, я уверена. Это все равно, ну, уже без температуры, но все равно это держит. Сегодня первый день, когда меня разбудил не кашель, а солнце. Я подумала, ну, может быть, уже вот оно освобождение от плена физического, я имею в виду. Потому что психологически я была настроена на то, чтобы каждое слово вкушать, воспринимать, слушать, анализировать. Она делила на 16. Болезнь вот эта делила на 16. Ну да, она очень много внимания отнимает, отнимает на себя тело, когда мы болеем. Это естественный процесс. И однако же ты, оказавшись в такой ситуации, вот которую сейчас ты описываешь, ну, нелегкая такая ситуация, ты принимала решение во время ретрита приехать вот сюда, в Красную Поляну, на перезагрузку. Это был еще один странный момент, потому что, смотрите, приехать в горы, ну, ты же приезжаешь в горы, и очевидно, что вы будете подниматься в горы, ну, плюс-минус, больше или меньше. И, конечно же, когда, приезжая сюда, я уже имела такой функционал расстроенный в своем организме, то есть поднимаясь более пяти ступенек, я уже имела одышку, мне нужно было постоять, собраться, передохнуть и потом только подниматься дальше. Как вот в таком состоянии, при таких кондициях можно было? Ну, это просто по наитию, знаете, уже просто скользнуло как бы туда. Раз меня температура отпустила, и мне стало чуть легче. То есть это уже дало какое-то ускорение, придало. Но единственный подъем, который у нас был, он мне дался тяжело, монотонно. Хорошо, что у меня была компания с девочкой, с которой сразу же мне так тепло от нее стало. Мы когда познакомились в первый же день нашего ретрита. И вот мы с ней же шли. Она, ну, я задала вопрос, и она так долго и пространно на него отвечала, чтобы мне не приходилось говорить, тратить время, там, лишнюю энергию на то, чтобы отвечать. И монотонным вот этим шагом я все-таки поднялась. Хотя я знаю, что это был не подъем в гору, мы просто ходили на дольмены. Вот, это тоже для меня был первый опыт. Поэтому, ну, я говорю, каждый сантиметр и каждая минута этого пути, это все было новым. Я, возможно, посмотрю позднее, как вы все говорите, это видео, и удивлюсь. Ань, я хотела бы все-таки еще раз вернуться к тому моменту, когда ты приняла решение приехать на перезагрузку. Почему? Что было вот этим щелчком, ключом, когда ты поняла, что нет, я не хочу уезжать домой, я хочу еще вот эти четыре дня приехать на новую программу. Это же новая программа, новое место. Дело в том, что это первое мое путешествие вообще, в принципе, вот за долгое время. И вырваться из своих обстоятельств, в которых ты привык добыть, полететь куда-то, проехать там на поезде сколько-то. И я посчитала, что если я уже здесь, то есть надо как бы до конца пойти. И я говорю, отпустила температура, все-таки это важно было для меня. То есть я еще там на вот этой границе, я еще сомневалась ехать или нет. Но решение я приняла во время последней... Я вспомнила, где пришло. Наша была последняя встреча там, в Нараяне, да, в этом клубе. И Света рассказывала про то, что, про перетекание денег. Как деньги к нам приходят, как они уходят, зачем и почему. То есть если они к тебе пришли на что-то, потратить их именно на это. Поэтому раз я уже сюда приехала с целью, да, вот у меня там был план определенный. Я себе спланировала это путешествие по времени, по финансам, по всему. И решила, оказавшись уже здесь, на этой территории, ну пройти до конца. Но температура дала, тоже импульс придала определенный, что она ушла. Но там я приняла решение, и прям в самом зале я тебе сказала, Гаря, если для тебя важно, каждая минуточка, каждая секундочка брони, там, перезагрузки бронируй. Ты суперответственный человек, с тобой в этом плане очень классно. Ты как будто знаешь, что надо очень ко всему ответственно подходить. Еще такой вопрос. Мы когда предлагаем присоединяться, мы предлагаем отдельно, и вот перезагрузку, вот эти 4 дня после ретрита, можно присоединиться на нее отдельно, как две разные программы. И они действительно разные. Расскажи вот уже, как человек, который побыл внутри, вот той атмосферы, когда мы на ретрите, и когда мы приехали сюда, в чем разница, и как они между собой взаимосвязаны, вот для тебя оказались, вот эти две программы. Что ты осталась после ретрита, приехала сюда еще 4 дня. Поделись своими впечатлениями. Именно не про локацию, а про наполнение. Про наполнение. То мне предстоит просто это еще очень долго анализировать. Вот я сейчас насобирала вот это, как материал, и я буду анализировать. Я сейчас не готова дать какую-то оценку, что лучше или что хуже. Это разное, потому что процедуры были, вот эти сами практики были разные. Не оценку, а именно просто, я сейчас объясню свой вопрос. Люди спрашивают, а в чем разница ретрита и в чем разница перезагрузки. Как человек, который побывал внутри ретрита и внутри перезагрузки, в чем разница? Ну вот как у нас в этот раз прошло, я же понимаю, что иногда по-разному происходит. В этот раз у нас в основном там были разговоры, да, на ретрите мы больше разговариваем. То есть мы садимся в круг и говорим. Говорим не по очереди, это спонтанно всегда. Кто, как, о чем будет говорить. В чужих историях мы слышим себя, в наших историях кто-то слышит или узнает себя. В общем, это какой-то вот такой... Это было полезно, кстати, вот эти разборы других людей, вот это вот судьбы. Ну вот смотри, например, поскольку я хотела же уехать и просила личную консультацию, потом сразу сбежать. Света сказала, нет, давай с тебя начнем, и ты сама решишь. И поэтому первого человека, которого начали попрашивать и прорабатывать, это была я, да. Вот. И я не знаю, сколько прошло времени, да. Но позднее я слышала, что вроде бы как бы моей жизнью, моими вопросами занимаются больше кем-то, да. Что на меня тратится очень много времени. Не только в этот день. И я этого не смогла бы подтвердить, потому что, может быть... Для тебя было окей все, правильно? Но дело в том, что наоборот, когда другие истории рассказывали, мне хотелось их слушать повнимательнее. Потому что пересечений было много, я что-то для себя слышала. Но мне не давала простуда. Я все время выбегала из зала, понимаете. То есть я не слышала от начала до конца какую-то историю. Это для меня тоже... Я понимала, что они сейчас могут это все взять, да, для себя. А ты должна выбегать. А я не могу, потому что я постоянно выбегаю. Каждые буквально там 3-5 минут я выхожу из аудитории, ну, из зала, ну, из-за простуды. Вот. Поэтому это тоже как бы можно расценивать как утрата. Но я думаю, все же идет как идет. Вот на сегодняшний день, как должно быть, так оно и есть. Поэтому анализ потом. Мы начали с тобой описывать то, что ретрит, это мы много сидим в зале, много разговоров. Это вот вербальное общение, разборы других людей. И перезагрузка. Твоё впечатление? Это было вот поход на Дальмены. Вот. Главное, что мне дался этот путь, этот маршрут. То есть я его... Осилила? Выполнила и осилила, да. Я там в купеле, конечно, не стала плавать. Я просто сидела. А после этого путешествия, потому что обратно мы же тоже пошли пешком. Больший путь, чем мы приехали на такси в точку вот этого отправления. И когда я вернулась в номер, я просто легла в горизонт, да, и меня отрубило там на час. Да, вот. Потом еще... Но здесь больше практики. Здесь больше движения и практики на перезагрузку. Вот, наверное, так. Как тебе понравилось? Я когда планирую перезагрузки, я именно вот с этой идеей стараюсь синхронизировать время в зале, да, которое чуть-чуть все равно здесь есть, и именно движение, через которое мы тоже себя очень хорошо познаем, видимо, собираемся, потому что это места такие, в которых мы бываем сильные. Как тебе вообще нравится такой формат, когда именно через движение ты можешь перепрошиваться, переосознаваться, видеть себя вот в этих ситуациях? Но у меня немного все равно в голове держалась мысль о том, что я физически не потяну. Вот если восхождение на канатке, например, да, на вершину горы, и ты лицезреешь и что-то узнаешь, если на канатке мы поднимаемся, это одно, а там, где тебя физика ограничивает, ты уже думаешь, как бы тебе, ну, твою команду не задерживать. То есть у меня все время почему-то привязка к этому есть. Да, да, переживаешь за других всегда. Да, что я буду задерживать свою команду, вот. И мне было трудно потерять свои кондиции, потому что еще до февраля этого года я спортивный человек такой, все могу, много могу, выносливая, и тут раз и отрубила. И воспринимать себя в новом качестве немогущего человека, это очень сложно. Вот, поэтому да. Я думаю, что сочетание зала и движения – это самое лучшее, потому что там я вообще засиделась. Засиделась настолько, что начала проектировать, как сделать зал более удобным для пребывания в нем. Кстати, я все зафиксировала твои идеи, и я передам их, передам в инстанцию, в нужную, и скажу, что это от тебя. Посмотрим. Мне просто даже интересно, потому что у тебя действительно есть такой конструктивный взгляд на вещи. Ну, я для комфорта, это для удобства человека, именно физического пока. Это идет чисто о физике, о физиологии. Давай поговорим еще про практики, которые давала Светлана. Это практики с бубном, было несколько медитаций. Про вот это хочется отдельно спросить. И про регресс. Расскажи. Практики с бубном. Все практики с бубном начались там, в Нараяне. Там, где у меня температура, кашель и насморк. А вот здесь, когда уже с бубном было. Здесь на поляне? Здесь на поляне было уже по-другому, потому что у меня не было температуры, мне ничего не долбило в виски. И когда этот удар по бубну звучит, он не создает тебе какое-то, что у тебя голова разламывается. А здесь уже ты, я попыталась прочувствовать прям, что это такое. То есть все-таки вот это физическое твое состояние там на ретрите, оно сильно мешало, да? Что-то вообще. Это 90% того, что я находилась прямо вот в этом состоянии. И по поводу регресса. По поводу регресса. Расскажи, да, удалось ли погрузиться, что для себя там почерпнуло в этом процессе? Во время регресса должны вот эти картинки там пойти. Ты должен рассмотреть это не глазами, а внутренним видением. У меня этого сделать не получилось, но мы со Светой договорились, что... Ну и она, собственно, это так сама и ловит вот эту волну, что если у тебя не получается, она тебя ведет как новичка. То есть она как-то обратила внимание на то, что ты в своем процессе, и ты не до конца в нем что-то дополучила. Ну вот помимо меня, там передо мной девочка была, она должна была пройти сначала. И она предложила свой формат проведения вот этого регресса. Она говорит, а можно я вообще ничего не буду говорить? Я просто закрою рот, и ты меня как бы поведешь. И я подумала, а что так можно разве? И в Свете предложила, что я хочу все-таки попробовать, то есть ты меня все-таки введи. Интересно же, это же непознанная территория. И если уж не получится, то тоже я бы прикрыла рот, да, и просто бы, согласно ее инструкциям голосовым, ну попробовала просто представить это в голове. То есть вы стали искать какое-то решение, да, для тебя, как-то еще, чтобы ты могла углубиться? Ну оказывается, вот они какие, есть уже люди, сами их знают, умеют и предлагают. А здесь я решила сделать такой, ну, симбиоз, что если да, то... Ну она, мне кажется, Света, я прежде чем вообще лечь на это место, где проработка начинается, она уже видит картинку, которая вокруг меня, да. Поэтому я считаю, что, я говорю, я ожиданий не строила. Я просто приехала наблюдать. Я приехала познакомиться со Светой, познакомиться с собой через нее и понаблюдать, как оно будет, потому что ожидания, они в принципе бесполезны. Я очень много ее смотрю, очень много внимательно смотрю. Ну вот люди смотрят, следят за Светланой. И кому бы из них, ты сказала, что, ну, если вы думаете, туда приезжайте, а кому бы ты сказала, что, ну, и не надо? Никому, я вообще никого никуда, ни зачем не приглашаю. Потому что я убеждена, что человек сам создает свои вот эти вот маршруты. Не знаю, решили, поезжайте. Решили, поезжайте. Сомневаетесь, не езжайте. Все просто. Дождитесь, когда будет, придет уверенность. Анечка, еще я предлагаю всем абсолютно, кто стоит перед этой камерой, вот из сегодняшнего своего состояния, из тех инсайтов, осознаний, которые сегодня есть и которые тебе важны. Я предлагаю создать такой конструктивный, хороший якорь и послать послание самой себе, той, которая случайно когда-то посмотрит это видео. Возможно. Когда ты будешь не ожидать, ты просто его откроешь, включишь. Что бы ты хотела из сегодняшнего дня себе послать туда. Важного, ценного. Ну, у нас был вот этот регресс, да, он нам же многое дал. Да любой день здесь много дал. И если каждый день считать началом, то впереди столько всего. Что сказать себе в будущее? Ну, привет, вот она точка отчета. Вот он мой первый ретрит, вот он мой первый опыт. Давай, посмотри, улыбнись. Не знаю. Ну, у нас же нет осуждений, критики, ничего. И в будущем я понаблюдаю за собой в прошлом. Да, я думаю, что, может, я поменяюсь, я так-то же этот аналитик, у меня все четко по полочкам. Может, я буду другой. И сочту, что я была каким-то регламентированным человеком. А может быть, буду еще более регламентированной. Я скажу, ух, что ты там не по сценарию говорила. Почему без сценария пошла говорить? Ты что, не подготовила речь? Как вот я свои видео там сначала сценарием писала, сейчас уже без. То есть своими словами. Может быть, кто знает, как будет. Не знаю. Я благодарю тебя за твои ответы, за твою искренность, за твою ненаигранность, за какую-то твою, знаешь, вот неслащавость. Потому что я думаю, что это самое ценное. Это опыт реального человека в его реальной ситуации. Вот не какая-то, знаешь, такая картинка, когда, ой, все классно, вот бабочки летают, все было здорово, только все хорошее. Нет, было как было. И это процессы, и это вот и есть жизнь. И я благодарю тебя, что ты именно искренне сейчас обо всем говорила. Об этом надо говорить? Да, да, Аня, об этом надо говорить. Будь собой, говори этому миру все, что ты видишь, все, что ты через себя пропускаешь. И это самое ценное, что мы можем отдать миру это себя. Спасибо тебе большое за это. Все, ребята, всем пока. Спасибо.